привет с вами vision онлайн и мы проводим серию интервью с творческими интересными людьми профессионалами своего дела прямо сейчас мы пообщаемся с создателем проекта на грани и фотографом алексеем язаровым вот это да вы известные личности я еще транспортом займусь серьез такую вот эротическая фантазия я никогда не видел глупеньких не моделей снимает не фотоаппарат снимает фотограф а я все равно беру с собой землянику со сливками пожалуйста почему нет чтобы вы хотели стой не двигайся да лёша расскажи ты позиционируешь себя все-таки как продюсер фотограф и организатор мероприятий женечка массовик затейник самое верное будет определение но я стремлюсь к тому чтобы все-таки стать продюсером что-то уже сделано на этом пути все-таки наши фильмы путешествие в стиле него другие некоторые вещи они уже говорят что чуть уровень массовиком поднимается но это процесс процесс занимающий просматривая твое портфолио приходит на ум такой вопрос почему ты не работаешь фотографом не принимаешь какие-то коммерческие заказы потому что фотография тебя хорошие женщина хороших фотографов много профессиональных и так далее таких проектов как наш проект на грани он один я больше заинтересован в том чтобы время силы вкладывать в его развитие опять же он позволяет мне реализовывать свои фантазии они желание заказчиков это немножко другая вещь ты запускал свой курс обучения для фотографов а потом все это резко куда-то пропало как-то не пошло это или какая другая причина с курсом вообще интересно это эксперимент основной упор на практических практических занятиях вот в жанре в нашем миру то есть это не стандартные когда у нас есть там пять селекций по часу полтора по два теории разбора классиков и потом на полчаса выпустили модель кто успел нажать на кнопку тут и молодец получить диплом иди домой нет основу наши это все занятия практически и мы попробовали такой экспериментальный курс сделать и он прошел интересно успешно небольшой группе и с апреля мы должны были запустить большой группе и тут началось все интересное наш замечательный коронавирус поэтому сейчас вопрос отложился вообще курс любопытные грани какие-то высветил то что я не ожидал например когда пришли люди которые впервые снимают жанре ню я не ожидал в чем будет главный затык то есть я был готов значит а световых сам схемах и так далее особенностях тонкости говорить оказалось самым сложным заставить их раздеть модель при том что куда заставить когда будешь это учебное занятие эта модель точно тебя не пошлет ну вот можно говорить что нибудь то есть они стеснялись зажима до такой степени что взрослые люди вцепляются вот этот аппарат белыми пальцами слушай меня внимательно сейчас ты должен сказать модели чтобы она сняла себя белье она тебе не откажет это учебное занятие все будет хорошо скажи она уже все понимает специально для этого сюда пришла на учебное занятие твоя задача сказать словами это и это просто ну давайте еще немножко так-то с него не ожидал вымете ну что это на это надо с этим тоньше и аккуратнее работе что такая проблема она она есть будем иметь ввиду а курс будет обязательно как только дым рассеется ну да там все таки нужно собирать народ онлайн к сожалению это не сделать многие курсы можно делать онлайн но если это упор на практику онлайн практику не сделаешь должно быть взаимодействие людей в студии на пленэре но они должны собраться вместе иначе это теряет смысл у твоего проекта на грани прошла фото выставка в этажах в том году в октябре это было да да совершенно верно вот фотографам которые участвуют фото выставки они что-то получают с этого потока это может быть новые заказы может быть как-то подвигаются благодаря ей я хотел бы вообще общее некоторые свое мнение выставках конкурсах я считаю что это необходимо абсолютно всем и каждому с любого уровня как только материал этом наснимал ты хоть там три месяца снимаешь у тебя какое-то количество что-то появилось надо участвовать в конкурсах посылать свои работы смотреть и несколько трезвее может быть оценивать свой уровень да это помогает выставках обязательно стремится участвовать не надо пытаться сразу попасть в эрмитаж тебя неправильно поймут но на уровне местного кафе д.к. чего-нибудь обязательно почему потому что это как в спорте невозможно допустим ходить 10 лет зал пускать я буду действие тренироваться в зале потом выйду на олимпиаду и стану победителем это не работает ты должен сначала сходить на клубные районные областные потихонечку участвовать обретать навык участия в соревнованиях участие в выставках понимать как это работает и при определенном успехе в этажах это тоже вполне себе неплохо это хорошая площадка есть гораздо круче площадки вот они хорошо к нам отнеслись большим спасибо для меня это был первый опыт я теперь хоть знаю а как это делать кроме со самолюбия и опыта и дали какой практический смысл может быть может он будет то есть может посетитель может в принципе куп просто купить твою работу со стены может не купить если не сошли звезды могут появиться заказчики могут не появиться гарантии может получиться так что выставка прошла прямого выхода ты не увидел но это не значит что вообще ничего не случилось ты об этом известил мир ты сделал репортаж фото видео галочка а вот этот человек да у него там выставки помню помню вспомнит он через полгода через год это там делать это нужно обязательно это расходное мероприятие всегда вот даже когда хорошие условия от площадки от выставочной самооформление работ стоит достаточно дорого три работы в этом в этом одна из таких вот важных важных сторон важных преимуществ нашего объединения одному художнику это несколько за пределами здравого смысла получается делать у нас было 18 участников то есть мы расходы вот эти разбросали на 18 человек и получилось что это в общем честно говоря по цене карманных денег почему бы и нет почему бы и не поучаствовать одному тяжело вдвоем тяжело 18 дают давайте сделаем вот так что делать это можно нужно если это объединение этим занимается это упрощает заранее это понимал да что вот нужно сделать фото выставку что этап обязательный нужно нужно делать нужно будет делать как только вся ситуация эпидемическая пройдет обязательно в планах еще есть как минимум ежегодно обязательно а как фотограф вот кстати фотографов точнее подбираешь ты вот эти вот выставки любимчиков каких-то берешь или действительно пересматриваешь все работы понимаешь кто из них достоин участвовать к ним я не судья ну вот лишь на опять же у нас объединение творческое она неформальная я пытаюсь быть каким-то мастером значит джедай который будет ты хороший ты плохой ты пошел стараюсь быть на равных потому что есть ребята до которую недавно допустим фотографируют надо какую-то помощь даже совет и так далее не в этом может быть нуждаются а приходит ребята как тут они все ребята они до 17 до 80 разбросан он для меня это все равно это ребята вот ребята вот эти приходят иногда такого уровня что я только вот стараюсь там посмотреть как ничьи как ты делаешь да я запомню запишу но вот поэтому с чего бы я вдруг стал определять кому идти кто кто сам хочет это был очень добровольный мы предлагаем вот есть такая возможность хочешь давай ну и в общем да многие дали молодцы вот кстати работаете сейчас части них музея россии принята экспозицию какие-то по клубам разошлись тоже они экспозициях висят то есть они не ушли в пыльные коробки они живут миру все-таки почему проект называется на грани такое название слушай название напрашивалось само собой потому что мы действительно находимся на грани на грани искусства и пошлости на грани эротики и порнографии на грани эпатажей хулиганство всегда ли удается эту грань соблюдать бог весть мы стараемся как получается судите мне не знаю но идея именно в этом оставаться не сваливаться но быть на самом-сам краю этой истории можно было на краю затем английский версии он называется на краю на краю на краю на грани там нет такой нет нет такого точного по крайне я не знаю точного слова английского который бы правильно отражала именно грань как не механическую какую-то духовную поэтому называется он на краю есть фотографы которые принципиально не могут не хотят или может быть и не умеют снимать не уж чем это вот у них в основном бывает связано не умеют большинство не умеет большинство это сложный я могу сказать что я не великий знаток что-то я умею да что-то знаю небольшой мастер что-то умею поэтому да большинство просто не умеет это самое сложное на мой взгляд из жанров которые только есть и психологически он сложнее гораздо потому что одно дело это снимаем тюрморты пейзажи вот тарелка яблок тебе плохого не скажет на столе что-то с ними делать по 20 часов здание тоже не убежит ты не замерзли не простудиться и это можно бесконечности развивать это фитнес не очень простой жанр что касается им принципиально принципиально это конечно какой-то признак нездоровья представь себе человек скажет я принципиально не снимаю деревья почему ты что но я не снимаю принципиально пейзажи принципы мне такой это что за принцип какой-то принцип не может такой принципу быть. Почему нельзя снимать? Кому-то, естественно, кому-то это больше интересно, кому-то меньше. Вкусы у всех разные. Кому-то действительно интереснее перезаржка, кому-то интереснее мутерморт, кому-то что-то еще интереснее. Но когда идет речь о принципиальном отрицании, то тут что-то не то. Насколько вообще сложно снять хорошее, прям качественное фото? Что-либо хорошее и качественное всегда сложно сделать и снять. Но с фото немножко чуть по-другому. Если сделать хороший качественный стол, случайно не получится точно. Вот сто процентов. Фото можно снять случайно удачное. Но это, скорее всего, будет один раз в годы. Но это возможно. Кстати, это тоже привлекает, что, в принципе, может повезти, может повезти. И элемент удачи, он все равно есть. Даже когда и навыки хорошие, и все у тебя продумано, но вот что-то вот не складывается, и не то, не то, не то. А какой-то момент. Да. Ты же знаешь, как это бывает. Да. Стой, не двигайся. Да. И получилась картинка, и мы все радостные ходим и счастливы. Вот. Расскажи про самый смешной, какой-то необычный или, может быть, даже опасный случай на съемке. Женечка, самые интересные случаи, они происходят не в студийных съемках. Это на выездах, в тунерах, в фототурах. Тогда, когда мы выходим из замкнутого, собственно, узкого такого тесного кружка в открытый мир, который большим удивлением воспринимает наше искусство. И тогда всегда что-то происходит. 99% позитивное, смешное, забавное. Иногда бывают какие-то острые моменты. Из забавных, я думаю, до сих пор, меня это радует история, это был 2016 год. Один из первых выездов нашей группы. И выезд был сразу очень большой. Несколько моделей. Десятка-два с лишним фотографов. Я брал большой туристический красивый автобус. И мы ехали в Сестровецк на аэродром. И потом на залив. И пикник такой праздничный, летний праздничный фото. Такой вот праздник-праздник. При этом ключевой точкой съемки, без которой нельзя было все это проводить, это был именно аэродром. Тема «Девушки и самолеты». Я понимал, что нужно как-то с ними согласовывать, потому что незаметно 20 человек фотографов и девчонок, толпу, и не проведешь. То есть, они обратят внимание. Поэтому я за неделю поехал на этот аэродром искать администрацию и с ними договариваться. Я приехал, нашел представителей таких мужичков и говорю, ребят, мы фотографы, у нас модели. Мы хотим приехать к вам и поснимать наших моделей с вашими самолетами в следующее воскресенье. Я говорю, ну что ж, ну давайте, давайте. Ну, на всякий случай телефон свой оставьте. Если какие-то будут проблемы, мы вам позвоним. А так, конечно, что, модели, фотографы, приезжайте. Это интересно, хорошо, отлично. Сами, наверное, интересно. Да, я галочку все поставил. И вот большой автобус. Красивый был. Толпа народа, действительно, наших ребят. Мы выезжаем, мне звонок. Аэродром звонит. Я думаю, на, что-то пошло не так. Алло? Ребятушки, скоро приедем, мы вас ждем, приезжайте. Я все, честно, понимаю, что что-то не то происходит. Ну, хорошо, прекрасно, вы сказали, вы сказали, приезжайте. И мы сейчас приедем. Представь себе этот аэродром, выезжает этот огромный автобус, вываливается толпа. Мы идем, мы идем к самолетам. Впереди на лихом коне. Со мной рядом четыре девушки, слегка одетые, очень слегка. Ну, вот. И сзади идет тут просто такой батальон фотографов. Я смотрю и встречают нас представители администрации, вот с такими, вот с такими вот лицами, да, абсолютно обезвившими. Ну, вот. И как-то мы начинаем снимать. И вот с одним из них вот так садиться, так. Мы думали, вы из авиамодельного кружка модели самолетов привезете. Вот. А вот вместо этого оказалось, модели совсем другие. Для людей был шок. Ну, они сами сказали, приезжайте. Вот мы и приехали. Ну, то, что модели такие. Ну, вот такие вот такие у нас модели. Мы же ничего не говорим, что ужасно порадовало. Такое всегда что-то происходит, вообще не... авиамодельный какой-то кружок. Я такого не говорил. Вот. Ну, меня ужасно повеселило. Где-то фотография даже из этого момента вот этого вот начальника. Совершенно... А народ был в восторге на аэродроме. Там прибегали летчики, прибегали там. Можно, а можно тоже рядом. А можно... Самая встроенная реакция. А можно я тоже там... Или просто молодшие люди фоткают на телефон. Или... Была, не была. Можно я тоже. С вашей моделью рядом. Да. Ну, то есть восторг. Семейные какие-то группы. Это обычно, значит, муж делает вот так. Жена его тянет там за рукав. Пойдем. Сейчас, 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 сейчас. Погоди. Я не могу. Я должен это снять. Должен это увидеть. Вот. То есть всегда... Обычно всегда восторг и радость для всех. Ну, бывает. Бывает по-разному. Бывают какие-то острые сюжетные истории. Все-таки внимание правоохранителей. Частенько мы привлекаем. Особенно за рубежом. Кстати, да. Вот у вас же была история. Вы, по-моему, летали в Турцию. Потому что мы летали в Турцию. Ситуация такая. Вот. Ситуация действительно была, в общем... Вас на пляже поймали, да? Не на пляже. Если бы на пляже... Это вообще-то была зима. Низкий сезон. Никаких туристов. Мы еще уехали от побережья километров на 30, на 40 в горы. В лес, на античные развалины. Где народу по определению вообще никого. Где в сезон-то никого. А в не сезон и подавно. И расслабились там. Давай там фоткать. Нарушили некоторые собственные правила о том, что все-таки уличная съемка не допускает залипания на месте. Вот. Примерился. Все проверил. Посмотрел в одетом виде. Кадр построил. Раздел модель. Снял. И меняем из локации. Даже если тебе кажется, что никто тебя не видит. Вот. А в тот раз мы решили, что ну лес, ребята, горы. Никого на десятки километров не души. Нашелся добрый человек. Позвонил в полицию. Сообщил, что тут просто порнография. Настучала взять. Настучала. И даже Вольду отправил фотку. Я видел потом в участке. Я с фотоаппаратом. И наша замечательная модель. Вот. Выехал нас задержать два автобуса местного спецназа. Значит, нашу большую группу из трех фотографов и двух моделей на маленькой машинке. Просто навстречу выезжает в лоб. Навстречку. Выезжает автобус с мигалками. Выпрыгивают автоматчики. Страшно было, да? И второй автобус тоже тут же то же самое. Было так немножко. Ну и в лесу. В Турции далеко от отеля. Вот. И, в общем, не очень понятно, что-то, что дальше. Дальше, собственно, три часа мы объясняли, кто мы такие, чем мы тут занимаемся. Ну, к чести турецких властей, они правильно поступили. Никак нас не оштрафовали. Ничего. Порвали все свои протоколы. Выкинули в помойку, когда поняли, что... Что же такого сделали, что они взяли в помойку? Ничего. Ничего. Понимаешь, ну, наступило какое-то понимание, что здесь, ну, нету состава никакого. Мы не в общественных местах. Мы вообще не совершаем преступлений. Мы снимаем порнографию, да. Мы ничего не делаем запретного, на самом деле. Вот. Поэтому, ну, да, на грани немножко. Да, было стремновато. Ребята, они, как бы, такие, знаешь, говорят только по-турецки что-то. Конечно. Что такое происходит? Бывает и такое, да. Но это все-таки, ну, это единичная история из-за нашей собственной, моей даже, скажем так, ошибки по планированной этой съемке. В основном позиция окружающих очень даже блаженательная. Ну, вот. Но злоупотреблять, опять же, эти не надо. Сделал свое прекрасное дело, снял и не болтайся на одном месте. Переходи. Будет хорошо. Зато какие приключения. Слушай, я уже тогда еще в участке играл, ребятчики. Вы будете смотреть это все еще потом годами. А помните, как? Когда-то там, 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 там. А так и подходили. Ну, на клубе у нас был еще, думаю, собственный опыт. Ну, тоже было у меня общение с полицией по поводу нью-съемки. Ну, там просто ребята посмотрели фотки, поржали, сказали, ай-яй-яй. Отдали фотик и все. В России тоже был такой подобный прецедент, упреждающий. В одном из мест в Карелии мы поехали в двухдневный тур. На месте достопримечательностей, где мы собирались снимать, нас уже ждали, нас уже ждали, знали в лицо. Вот. И как только мы туда приехали, сразу подошли люди, предъявили удостоверение и сказали, что мы не можем. Мы знаем, кто вы такие и зачем сюда приехали. И мы вам это позволить. Еще себе вот это, да, вы известные личности. Это была, конечно, да, своеобразная история, потому что, ну, вместо того, чтобы нас там карулить, можно было хотя бы, ну, написали бы хоть письмо электронное, ребята, что мы вот против. Но им казалось интереснее построить свою операцию, значит, там, отслеживать лица наши. Вот. Да, действительно, знаю, кто мы такие. Я пытался прикинуться веником, опять же, мне показали мою же фотографию, вот, 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 это же ваша группа. Ну, да, это наша группа. Да, уже никак. Ну, хорошо. Ну, нет, мы нормально совершенно с ними в итоге договорились, что хорошо, здесь мы не будем, ну, не будем снимать. Мы просто снимаемся в платьях красиво. Пожалуйста, почему нет? Ну, вот, если нет возможности, давайте, а вню мы отъедем на километр и снимем в лесу, в конце концов, если, если это сложно. Это бывает такое тоже, ну, вот. Ну, да, интересно, да, не скучно, это точно. На какой уровень ты хочешь вынести, вывести свой проект? Слушай, я вижу грандиозное развитие. На самом деле, да, я вижу уровень высокий, выйти на нормальный международный уровень. Почему? Я считаю это возможным, потому что мы делаем многие вещи, которые не делает никто. Да, вот у вас же совсем нет конкурентов, да? Ну, скажем, скорее, скорее, да. Есть воркшопы, есть мастер-классы, но это одно и то же, более-менее, какое-то вот просто зарабатывание денег, без концепции, без ничего. У нас все-таки, все-таки есть идея объединения этого. Есть идея видеопроектов, это не только бэкстейджи, это какие-то игровые вещи, это вот, ну, выставка силами нас, вот, и так далее. Фото-выезды, это очень-то уже сплачивает, объединяет. Конечно. Вот, и есть затеи, понимаешь, есть затеи, есть понимание того, что мы будем делать, если у нас будет такая возможность, как говорится. Да, если мы все-таки не из карманных средств участников, ну, вот, а с минимальной какой-то спонсорской помощью сможем продвигаться дальше, вот, в своем развитии, есть масса замыслов, которые требуют, не то чтобы вложений, требуют, скажем, больших массовок, например, вот, или требуют интересного какого-то, пожертвовать каким-то реквизитом, там, сжечь один другой автомобиль, условно говоря, что-то вот такое. Есть такие наметки, которые нам самим сделать сложновато. Откуда у тебя берутся идеи, и как ты продумываешь темы следующих съемок? То есть у тебя очень часто бывают все эти съемки, встречи, и они все-таки все по какой-то определенной тематике каждая. То есть это же все нужно продумать, придумать, костюмы, образы. Понимаешь, я, возможно, не самым правильным, не самым правильным иду путем с точки зрения маркетинга, с точки зрения продаж, да, потому что я все равно занимаюсь реализацией собственных фантазий. Есть такая знаменитая фраза, он, по-моему, Корнеги говорил, что я лично люблю землянику со сливками, но когда иду на рыбалку, беру с собой червяков, вот, а я все равно беру с собой землянику со сливками, вот, потому что мне это интересно. Вот у меня есть идея, вот я хочу это сделать. Один сделать не могу, потому что расходно или нужны еще участники, чтобы они были в кадре, так говорить, вот, давайте собираться, вот такая идея нравится, прекрасно. Чаще всего нравится. Бывает, что, мне кажется, идея прекрасной, ну, и она не находит, если так. И при этом я стараюсь вытянуть просто даже из людей, из наших ребят, что бы вы хотели, давайте вашу какую-то идею сделаем. Все-таки спрашивают. Я пытаюсь этого добиться всячески. Кто-то подходит к этому вопросу, да, со всей серьезностью и имеет свои идеи, и готов их представить. Многие, не знаю, пока, пока вот, пока на чужих пока идеях. Вот. Я буду рад и рад всегда заняться не только собственной фантазией. Если интересно, придумай что-нибудь, сделаем вместе. Вот. Я чем-то помогу, что-то подскажу, а может быть, если ничего и помогать не надо, ты сам все придумаешь. Вот. А я помогу тебе организационно, собрать людей из студии, там, найти место. Сделаем. Вот. Пока в основном это мои. Мне кажется, что вот это вот, мне бы хотелось, мне бы хотелось. Например, вот эти потребители, да. Это была моя фантазия. Да, а в общем, проекте, конечно, что-то. Ну, хорош. Но костюмные какие-то, да, меня привлекала тема «Звездных войн», мне хотелось этого делать. Вот. Гусарская баллада, автобус, автобусная тема, мне вот, я еще транспортом займусь всерьез. Ну, вот. Пока у вас была только маршрутка, где, соответственно, наши же, вот опять же, это наши фотографы изобразили пассажиров. Мне нужно было салон с пассажирами, но сделать в настоящем салоне сцену. С недовольными такими людьми, да? С какими-нибудь, да, славочками, которые... Да, неоднозначно. Это вот такой, ну, это за гранью. Ну, вот. Это просто, ну, опасно. Ну, вот. Непонятно, чем кончится, и... Конечно, не, ну, это уже массовку надо собирать, чтобы они... Это уже экстрим. Экстрим ради экстрима. Все-таки хорошо, когда это актеры, условно говоря, твои, которые будут построиться так, как нужно. Конечно. Ну, вот, и мы построим туда хорошую, красивую картинку. Такую, какую задумано, а не как еще получилось. Ну, вот. Вот автобусная, да, транспорт. Я намечаю по всем видам транспорта проездить. Я очень хочу такой классический плацкарт какой-то. Вот это вот, где-то курочка, яичко, вот это все. Какие-то дембелей. Вот, вот, и каких-то красоток. Такую вот эротическая фантазия. Самолет у нас не окучен толком. Мы сделали несколько хулиганских кадров в самолете, но это все-таки было такое чистое хулиганство. Как ты находишь модели для своего мероприятия? Слушай, по-разному. Сейчас все чаще модели находят меня. Это приятно. Но вот пишут, предлагают сотрудничество. Иногда, правда, условия какие-то, которые нам... Заудочные. Я не знаю, где вы такие берете условия. Ну вот, большинство совершенно разумные. Вообще модели сейчас... Ну, модели это отдельная порода такая, людей замечательная. Я никогда не видел глупеньких ню моделей. Вот, таких-то пошленьких. Это всегда умные, интересные люди с личности. Возможно, это как-то увязано с тем, что, ну, вообще обнажиться публично, это требует некой силы духа. Конечно, смелости. Надо, чтобы он был. Просто, вот, поэтому, наверное, с ними интересно. Потому что это личность, каждая из них умная, интересная. Вот, и кто-то находит сам, кому-то я пишу. Собственно, наверное, проект бы не состоялся. В самом начале бы он, наверное, тихо загнулся, если бы не Маштутова. Потому что пока я совсем не понимал вообще, что я делаю, как это работает. Рядом был человек, профессионал, модельным в этом всем деле, который понимал, как что нужно, а что нельзя. Не стеснялся мне это объяснить впрямую. И при этом участвовал во всех моих безумных начинаниях. Вот полезем, полезем в горы, в Турции полезем, полезем в катакомбы где-нибудь в Севастополе, пойдем. На холоде постоим. На холоде постоим, поныряем, пообливаемся. Я не помню, может быть, какие-нибудь исключительные варианты, которые были нехороши, просто неинтересны. Каких-то отказов никогда не было. И у меня эта поддержка всегда... Я понимал, что я могу. Маша, давай, сделай. Да, давай. И мы делаем. И, конечно, это блестящий, фантастический совершенно человек. И очень благодарен. Надеюсь, что он будет с нами и дальше. Расскажи про свое железо. Железо, железо, железо. Вопрос, он такой немножко интересный. Я, конечно, скажу, это фотоаппарат Кэн 6Д Марк 2. И Абитсиф у меня работает стандартным универсальным 7200. По поводу железа, много вопросов. Кто чем снимает. И из этого люди пытаются какое-то сделать. И вот чем надо снимать, чем не надо снимать. Что, смотри-ка, вот это снимает вот этим, у него хорошо. А этот снимает тем, у него нехорошо. Давайте купим это. И надо понимать, что что вы не покупали, снимает не фотоаппарат. Снимает фотоган. Это ты к зрителям обращаешься. Красные кадры. Я относился к этому как, ну да, правильно, потому что лицемеры, понимаешь, как бы, вот, что надо за миллион. Не так это. Это неправда. Потому что идею, композицию, то, что основа фотографии, не сделает тебе никакая техника. Вот. Надо просто понимать возможности, как, естественно, чем фотоаппарат дороже и лучше, тем твоя жизнь легче, как с любой техникой. Чем она дороже и лучше, тем почему-то твоя жизнь становится лучше и лучше. Поэтому есть возможности покупать топовую технику, конечно, надо покупать. Если нет возможности, надо понимать, на что способна твоя техника. Ясно. Как говорят у нас модели, когда они начинают раздеваться. Было бы что снимать вот так вот, да? Детные модели. Да, да. А в чем они? Они прекрасные, замечательные. Спасибо тебе за основные вопросы. Сейчас мы перешли к блиц-опросу. К коротенькому у нас несколько всего вопросов. Вот, ну и начнем. Хоккей или футбол? Футбол. Сразу. Эминем или корн? Переведите. Эминем? Твец, рэпер или корн? Никто не другой, я не знаю, не слышал никогда. Ничего себе. Эминем я слышал, да, но не больше, чем слово. Не мое. Эрмитаж или русский музей? Эрмитаж. Лев Толстой или Федор Достоевский? Достоевский. Брюнетки или блондинки? Воспользуюсь попоркой Конституции. Пятый. Дальше. Чай или кофе? И то, и другое. И то, и другое. Можно без хлеба. Спасибо, Леш, тебе большое. Рада тебя видеть. Аналогично. Да. У нас сегодня был Алексей Негиазаров, основатель проекта «На грани», фотограф и просто очень хороший человек. Вы следите за нами дальше. Всем счастливо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok